Добрый день! Сегодня хочу представить вам такую чудесную ящерицу. Это австралийский обитатель колючий хвостый сынк и герния стокези. Как видите, она вполне оправдывает свое название по поводу колючего хвоста. Он действительно очень колючий. В природе это животное обитатель полупустыни от западного побережья до южной и центральной Австралии. Занимает такие засушливые буши. Как вы видите, это некрупная ящерица, которая в длину дорастает 22 до 25 сантиметров. Видите, они достаточно спокойные. То есть абсолютно контактное животное ведет себя абсолютно спокойно на руках. Так что в качестве домашнего любимца это будет прекрасный выбор для вас. Этим ящерицам нужен достаточно просторный террариум. Мы содержим их парами. У нас только есть одна группа, которая состоит из одного самца и двух самок, которые прекрасно ужились вместе и каждый год размножаются. Длиной террариума должен быть минимум 1,5 метра. Шириной порядка 40-50 сантиметров, что позволяет делать температурный градиент в террариуме. Они с удовольствием выогреваются в первой половине дня, но потом расползаются по террариуму и находят себе комфортную температуру. В террариуме у них оформлено, скажем так, в стиле полупустыни. То есть это в качестве грунта мы используем суглинок с достаточно большим количеством убежищ. Это могут быть плоские камни, под которыми они с удовольствием прячутся. Либо какие-то пустые, пустотелые коряги, куда они также с удовольствием залазят. Естественно, хорошая точка выгреба с ультрафиолетовым освещением. Вот ящерицы живородящие, очень интересные в содержании в террариуме. Рождают они от 1 до 8, да, рекорд у нас был 8 детенышей в год. Обычно роды происходят, вернее, рождение малышей происходит в середине лета. Что интересно, что эти ящерицы достаточно моногамные, и они образуют пары, которые практически очень долго потом существуют вместе. Тихо-тихо-тихо-тихо. И ввести другую особь в группу или в пару достаточно сложно. Но у нас это удачно получается. Сейчас хорошо видно у самца. Хвост более продолговатый, у самки он более такой широкий. Вот самочка как раз по коряшке ползет. Сегодня мы будем вынимать малышей очень интересных ящериц. Они родились не так давно. Вот всего лишь 4 дня назад. Я сейчас объясню, почему мы будем вынимать их только сегодня. Вот живут эти ящерицы в засушливых бушах в Австралии. Достаточно широко распространены. Как видите, они всеядные. То есть едят растительный корм, который им здесь предложен. И, собственно говоря, насекомых с удовольствием едят. Сейчас мы это все вместе с вами увидим. Вот мы видим взрослым и разбегающихся малышей. Побежал. Ящерицы пугливые достаточно. После рождения этих ящериц лучше всего оставлять вместе с родителями. Потому как малыши в капрофаге. Им необходимо покушать вот такого фекалии своих родителей. И тогда они очень хорошо себя будут дальше чувствовать. Поэтому мы их выдерживаем в террариуме с родителями порядка 3-4 дней. И после этого уже спокойненько, при этом предлагая им нормальный корм. Такие вот малыши. Попробую так, чтобы было видно. Вот и вот уже с колючими хвостами, как и положено быть, колючей хвостом стенком. Вот. То есть этого нам вполне хватит. Это все перетрем и положим в террариум с едой малышам. Мы уже подготовили террариум для наших малышей и герней. Как видим, он без грунта, абсолютно гигиенический террариум. Слегка влажная салфетка под убежищами, ничего лишнего, поилка. И будем их сюда высаживать, наших красавцев. Вот, все трое. Вот это, как я говорил, мы это все так измельчим, то, что сухое. Эти удивительные ящерицы разводятся у нас в Бион-террариум-центре ежегодно, уже на протяжении 10 лет. Так что подписывайтесь на наш сайт, следите за нашей страничкой на Фейсбуке, чтобы, собственно говоря, узнать первыми, когда у нас родятся малыши, собственно говоря, иметь возможность их приобрести. А также подписывайтесь на наш Ютуб-канал. Всего доброго, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!